Проект Emovi это мобильное приложение по поиску фильмов по Emoji. Часто у пользователей пиратских сайтов, в отличие от пользователей стриминговых сервисов, нет персональных рекомендаций. Они знают, где посмотреть фильм, но не знают, что посмотреть. У американских пользователей есть другая проблема. Из-за большого количества стриминговых сервисов, они не знают, где посмотреть фильм. Потому что один фильм представлен только на маленьком количестве стриминговых сервисов одновременно. Сейчас люди ищут фильмы при помощи киновикипедий. Но данное решение к киновикипедии для этого не предназначено. Киновикипедия может позволить человеку только найти исчерпывающую информацию о фильме. А процесс поиска фильма занимает очень длительное время. Это можно видеть на каждом анализеонной мэпе снизу. Где посмотреть фильм, пользователи ищут на агрегаторах стриминговых сервисов. Они уже обладают довольно большой аудиторией в Америке. Мы предлагаем один сервис, который отвечает на вопрос, что посмотреть и где посмотреть. Давайте посмотрим видеопрезентацию. Выберем несколько эмоций. Экшен, вдохновение и умный. Вот это значит вендетта. Мы можем посмотреть похожие фильмы по настроению, перейти в Google Play и посмотреть его. Выберем какую-нибудь другую комбинацию функций. Сексуальный, страшный, противный. Что-то интересное. Мы планируем зарабатывать на генерации трафика в стриминговых сервисах. Цена залит примерно от 1 до 3 долларов. Рынок подписок в России стремительно растет. И за последний год он вырос на 35%. Также мы планируем договариваться со стриминговыми сервисами и организовывать пакеты подписок для наших пользователей, которые будут включать сразу несколько стриминговых сервисов одновременно. Что у нас есть сейчас? За последний месяц мы выросли на 200%. И наше количество пользователей в месяц сейчас составляет 2400 человек. И 18% пользователей возвращаются к нам через неделю. У нас есть 4. Цена установки сейчас достигает 4 рублей. 50% людей находят в фильм менее чем за 5 минут. У нас уже есть партнерство с ОКО. Мы планируем за ближайшие несколько месяцев значительно нарастить базу пользователей. И привлечь, договориться со стриминговыми сервисами и сделать сидраб. Мы это команда из 4-х человек, выпускников одних из самых лучших российских вузов. У нас есть достаточно много компетенций в разработке. Сейчас мы на стадии прессии для инвестиций. И мы хотим 50 тысяч долларов за 10% компаний. Эти деньги пойдут на привлечение новых пользователей. Спасибо за внимание. А как вы будете 50 тысяч использовать? У вас есть специалист, который понимает, как крафт потратить? Да, у нас есть маркетолог, но мы планируем еще привлечь специалиста, консультанта, который имеет большую компетенцию в плане маркетинга. То есть вы пока не знаете, что вы с ним делаете? Предполагаете, как только уходить к маркетолога? Нет, сейчас мы привлекаем пользователей за 4 рубля за несколько. То есть вы хотите пустить это на увеличение пользователей? Да, у нас основная тема – это именно маркетинг и набор пользователей и улучшение продуктов. А как у вас сейчас такая цена получается в установке? Ну, мы используем различные… мы рекламируемся в ВК, в Фейсбуке… По сообществам? Да, по сообществам, тематически. И мы умеем отслеживать даже, какое сообщество… То есть делаем специальные ссылки для каждого сообщества, смотрим, какой профит больше от какого сообщества, и под это подстраиваемся, чтобы улучшать метрики. А какие деньги, ну, раз СОПК и партнер здесь? Ну, СОПК у нас пока не коммерческое партнерство. Мы ищем… ну, то есть мы договорились, что когда мы достигнем в планке 5000 пользователей в месяц, то уже будем обсуждать коммерческое партнерство. А сейчас пока нет вообще с кем как-то… ну, потом доход, да? Да, доход сейчас нет. А еще раз, кратко в России на чем зарабатываете, в Штатах на чем зарабатываете? Ну, основная систематизация, да, это привлечение траппе. То есть так как рынок в России растет… И они готовы за него платить. Да, прикол в том, что сейчас триминговые сервисы довольно… Ну, есть проблема как раз, с которой начиналось, что пользователи не знают, за что они платят. Они думают, что они платят за то, чтобы купить фильм, который они могут и так найти. Они не понимают, что это целый сервис, который предоставляет и рекомендации, и позволяет нам хранить какие-то списки. То есть это именно сервис. Вот, поэтому мы хотим предоставить бесплатный сервис пользователям, привлечь, за счет этого привлечь туда, ну, большую базу людей. И уже при помощи специальных предложений, каких-то, ну, просто подсказок о том, что ты можешь посмотреть здесь, приводить пользователей уже в триминговые сервисы. Сейчас, когда я хочу посмотреть через вас фильм, я иду куда, получается? Сейчас есть несколько вариантов выбрать это. Или, ну, Netflix для американских фильмов, ОКО, соответственно. И также у нас есть сейчас функция, возможность добавить, допустим, пиратский сайт. То есть люди могут использовать пиратский сайт, на котором они хотят искать, и будет сначала переводить в Google, вот. То есть будет, ну, удобный поиск названия фильма, там, типа, на этом сайте. Вот. И дальше мы уже умеем открывать окно сразу просмотра фильма без взаимодействия с сайтом. То есть мы сразу открываем. Ну, как в Яндекс.Видео, условно говоря. Да, да, да. То есть поэтому даже пиратам у них сейчас есть value, чтобы использовать наш пиратский сайт. То есть какое количество аудитории все-таки переходит на, именно на Иви, допустим, и там покупает именно в платный контент, ну, то есть оплачивает. Ну, сейчас мы не знаем, мы, так как у нас нет партнерства с Иви, мы не знаем, какая… Вы просто с ним отправляют этот трактинг, да? То есть у нас есть просто ссылки… Ну, а количество людей, которое перешло, вы трекаете? Ну, трекаем, да, но оно пока, ну, небольшое. Ну, мы рассчитываем где-то, что 5% пользователей будут платить. Ну, если так, то есть еще не вероятный ответ. А ты говорил сейчас, что у Яндекс только американский минин, а для вас только в Яндекс.Виде, ты полагаешь, что в Яндекс.Виде будет запрещено. Нет, почему… Нет, мы будем показывать Яндекс.Виде, мы агрегируем, да, Яндекс.Виде тоже. Еще одно вопрос. А вот ты сказал, что вы планируете 5 тысяч вызов не получить, а когда есть еще чего? Ну, вот, у нас еще есть деньги на маркетинг, вот, в принципе, 4 рубля за инсталл у нас цена примерно сохраняется, то есть, ну, нам нужно, ну, до 10 тысяч рублей, чтобы набрать 5 тысяч пользователей за месяц. Так, а в чем проблема, в чем тогда вы не сделаете это сейчас? Ну, сейчас мы как раз сделаем у нас. Мы хотим этот месяц закрыть с 5 тысяч. А, ну, все, то есть через месяц будет 5 тысяч? Да. А что это за пользователи? Вот, ну, Есть довольно много сервисов, которые, типа, за выполнение каких-то действий дают, и, ну, что такое, да. Ну, то есть это люди, скорее всего, просто скачают и удаляют. Потому что они все будут. Нет. Или это прямо за… Нет, ну, мы сейчас летим к инверца на практике. Людям, которым действительно интересно пользоваться продуктом. Вот, и только они в будущем. В будущем. Да, вообще не надо. Да, и кто-то еще не успел скачать, то вы можете приходить в прокурор. Супер, активно. Ага. Ну, пока модель какая-то такая у вас слабенькая, да, то есть 5 тысяч человек, 50 платящих, цена за лип 3, по-моему, по максимуму берем 50 на 3 и 150 баксов, да. Пока слабенькая. Если 50 тысяч мы берем, то это будет 1500 баксов. Ну, мы рассчитываем на большой коэффициент вероятности, то есть что он будет в районе двойки за счет крутости продукта, поэтому будет большое число пользователей приходить к нам смотреть. Ну, да, до 100 тысяч. А что должно клиента заставить к вам с кинопоиска, там, не знаю, заграничные какие-то, сайты, то же самое, все, зачем вам предложение ставить? Я могу рассказать. Мне понравилось приложение, я его скачал, потому что на кинопоис заходишь, и на кучу вот этих графов, нужно что-то там выбирать, в общем, я устал от этого. А тут угол, угол, три эмоции еще. Я про это частично говорил в презентации, тут есть слайд, где представлен путь клиента до выбора фильма в каком-нибудь сервисе, на примере IMDb. То есть, а у нас это три клика, комбинация эмоций, у тебя уже персональный поиск, который ты обостровался. В кинопоиске хорошо, а мои, то, что я отмечаю, кликаю, то, что мне нравится, по идее, он для меня предлагает именно те фильмы, которые мне понравятся, которых я еще не видел. По умолчанию, то есть, там где-то внизу, в каких-то вкладках есть рекомендации, но их еще надо поискать. В общем, когда хочется выбрать фильм, типа, за минуту, то это классно. Да, да, да. А у меня тоже, слушай, смотри, у тебя на модель мониторизации такая штука, что, ну, сейчас ты будешь в сколько там залезть, измечать, ну, 2 миг уже. До 3 долларов, да. 3 баксов. А это лид какой? А ты сколько, который купил купить? Я говорю, все, такой план. Ну, вот, нам выгоднее, так сказать, чтобы люди покупали фильмы. Ну, если сейчас еще есть проблема российских стримингов в том, что, если ты покупаешь подписку на Иве, то это не значит, что все фильмы включены в твою подписку, и тебе все равно приходится докупать. То есть, люди, которые, ну, даже имея подписку на Иве, они все равно могут через наше приложение фильмы покупать, у нас не будет проект, поэтому нам в текущий момент до этого. Теперь мотивация рекомендовала тех, которые не могут быть. Угу, да. Первый вот строк поставить? Да, не надо. Подписываться же мог, да. Но почему постоянно? Име, а Иве ты подписался, и какие-то фильмы тебе еще круче? Понятно. Давай дальше и по Иве. Нет, Иве знает об этой проблеме, но она ничего не может сделать, потому что ей не дают право обладать в кино. То есть, с ними договориться не получается. А много реально людей пользуются? Просто я всегда на торрентах смотрю, то есть, скачиваю, и я даже не знал. А сколько вот реально населения, которые реально подписку оплачивают или фильмы покупают? Два с половиной миллиона сейчас рынок подписок в России, и он вырос на 35% за прошлый год. Все растет, людям нравится, да? Да. Да, из-за того, что удобно стало. А то ранее... Сейчас стало удобно, и гораздо проще заплатить, чем искать, скачивать, короче, долго и муторно. Мы хотим как раз показать людям, что, да, действительно, это проще и удобно. Да. Да. Зерость. Вот и победили пиратство. Потому что стало не нужно. Отлично. Ну, такой. С матяжки пока. Окей. Ну, если у вас нет, тогда спасибо. Сможете, пожалуйста.